АПЛОДИСМЕНТЫ Нашей сегодняшней передачи. Дело в том, что мы решили посвятить ее теме студенчества, студентам. И поэтому я сегодня вышел к вам в образе преподавателя, лектора. Ну, внешность у меня подходящая, профессорская, в крайнем случае доцентская. Так что я думаю, справлюсь. А вот у вас задача несколько сложнее. Вы все здесь сегодня должны сидеть в образах студентов. Но я вас научу, как это сделать. Сидите спокойно, с умными лицами. Изо всех сил изображайте, что вам безумно интересно все, что я вам говорю. А сами думайте о своем. Итак, начнем. Что такое студент? Это тот, кто в течение пяти лет слушает лекции, сдает зачеты, экзамены, курсовые проекты, а потом всю жизнь учится той специальности, которая записана в его дипломе. Возможности студента безграничны. Ведь только студент может в один день сдать экзамен, побывать на тренировке, назначить свидание, протанцевать несколько часов в дискотеке, разгрузить вагон с капустой, потом вагон с арбузами и сам все это съесть. Студенческую пору обычно вспоминают с большой нежностью. Первая лекция, первая любовь, первый прогул, первый вызов в деканат и первое обещание, что это будет в последний раз. Некоторые еще на студенческой скамье понимают, что это самая лучшая, самая беззаботная пора их жизни. Они бы хотели жить так всегда, но при одном условии, чтобы стипендия соответствовала будущей зарплате, а там и пенсия подойдет. Однако в студенческой жизни есть и неприятные моменты, и среди них фигура экзаменатора. Передо мной на столе разложена пачка билетов. В этих билетах заключены все радости и огорчения студентов. Пожелаем же всем, кто выйдет сегодня на сцену, ни пуха, ни пера. Вокально-инструментальный ансамбль «Монитор». Музыка Владимира Мигули, слова Андрея Дементьева «Я живу открыт». Я живу открыто, не хитрю с друзьями, для чужой обиды не бывают занят. От чужого горя вежливость не прячусь, С чудаком не спорю, в чудаках не значусь. Против всех напастей есть одна защита, Дом и душу настижь. Я живу открыто, Против всех напастей есть одна защита, Дом и душу настижь. Я живу открыто, Я живу открыто, Я живу открыто. Я живу открыто, 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 С завистью не болен Я живу открыто Как мишень на поле Против всех напастей Есть одна защита Кто мне душу настишь Я живу открыто Против всех напастей Есть одна защита Кто мне душу настишь Я живу открыто Я живу открыто Я живу открыто Я живу открыто А сейчас экзамен для студентов-заочников Вопрос один Вопрос наш традиционный Что бы это значило Перед вами фотография Которая была показана в прошлой передаче Чтоб не смешить всю эту дичь Смени на Ниву свой москвич Юбэ греков из Омска Идут на битву гусаки за чистоту родной реки Рабкины из Бобруйска Очень милый ответ такой Мыли гуси лапки с москвичом в канавке Так считает товарищ Даныка из Москвы Лишь один гусиный взвод знает в этой речке брод Товарищ Силаков Москва Спасение Рима Это ерунда Вот как изгнать москвич из нашего пруда О.Н. О.Н. Нефёдов из Киева Прекрасный ответ Не случись здесь остановки Всех довёз бы до духовки М.В. Пухово Город Казань Тятя, тятя, наши гуси Притащили москвича Это Волошины из Риги Эту фотографию нам прислал Борис Панов Из города Николаева У телезрителей время 20 дней Со дня первого выхода передачи в эфир Пожалуйста, по возможности присылайте свои остромные подписи На открытках Для удобства обработки вашей корреспонденции Замечено, что у студентов есть не менее традиционный вопрос Чем наш, чтобы это значило Вопрос такой У тебя есть хвост? Нет, я свой уже сдал Похоже, что разговор идёт около пункта Приёма рогов и копыт К сожалению, бывает так, что употребление В речи подобных перлов Входит в привычку И тогда появляются на свет такие образцы Изящной словесности С которыми нас сейчас познакомит Один из администраторов клуба 12 стульев Литературной газеты Писатель и журналист Павел Хмара Тяните билет, голубчик Слово юморист где-то синоним словам шут, скоморох, клоун Уютно ли вы себя чувствуете В недрах своей скоморожей То есть юмористической профессии Интересный вопрос Ну, на такой вопрос, мне кажется Каждый скоморох, то есть юморист Должен отвечать экспромтом Хорошо, когда заранее подготовленным экспромтом Всегда В колокола любой эпохи Звонит, как правило, герой Но скоморохи, скоморохи Нужны не менее порой Шут иногда совсем не лишен Он, если вдуматься, борец И там, где колокол не слышен Порой услышен бубенец Под колокол с врагами бьются Летят на подвиг в облака А куры подо что смеются Над важным видом дурака Под бубенец родится шутка Лукава, озорна, шустра Над глупостью глумится жутко Подначка смехово сестра Да смех и сам могучий, тонок Колючий, весел, наконец Тогда безудержно звонок Когда зальется бубенец Который колоколу мельче Но все же колоколу брат Когда смолкает вдруг бубенчик Гудит молчание, как набат Так, ну экзамен вы сдали Я вас поздравляю А теперь, пожалуйста, обещанные Перлы изящной словесности Ну, вы знаете, в наш век Космических полетов и поголовной грамотности Уже редко можно встретить человека Который говорил бы библиотика Магазин, там, средства и так далее Или выражался бы высоким штилем Как у Чехова Позвольте вам выйти вон Но такое иногда встречается И в связи с этим Администрация клуба 12 стульев Еще в 1984 году Учредила новую рубрику Частоты языка Эта рубрика называется Перлы изящной словесности Вот какие-то первые Неузнаваемо подурневшая С рассыпавшейся прической Потырев руками Невыносимо тяжелую голову Сидела она на неприбранной постели Обхватив руками Колени И с ужасом Смотрела на лежавшую Перед ней телеграмму То есть одной парой рук Она голову, другой колени Этот образец изящной словесности Говорил о гипертрофической фантазии автора А вот другой образец Он говорит, может быть, даже О бестакности какой-то писателя Вот как он звучит Глядя на нынешних старушек Неловко и невозможно представить Что было когда-то все И трепет в объятиях щитовода Храброго авиатора Или преуспевающего кондитера Кубатура его бабушки Составляла 11 квадратных метров Я его ударил Он меня ударил И на этом мы мирно разошлись Свой рассказ я направил в Москву Но Москва и ухом не повела К зиме у Николая Вновь вспыхнул диагноз болезни Николай вылечился в больнице Но диагноз, к сожалению, продолжался Прошу вас разъяснить Является ли жена подсобным хозяйством И какой от нее доход А вот из области любви Он в нее влопался Как заяц в капусту То есть козел И вот последний У него, как и у большинства людей Были отец и мать Известно, что студенты Народ суеверный Знаете, сколько условностей Надо выполнить Прежде чем войти в аудиторию Где идет экзамен Надо трижды плюнуть Через левое плечо Подержаться за что-то черное Вспомнить о чем-нибудь светлом Билет следует брать правой рукой При этом на левой руке Надо загнуть два пальца В общем, когда такой студент Подходит к столу Оказывается, он помнит все Что обеспечивает успех на экзамене Кроме самого предмета Который пришел сдавать Я приглашаю на сцену Писателя Леонида Треера Из Новосибирска Ну, я смотрю, этот человек Уверен, спокоен Вы что, не боитесь экзамена? Ты же практически все знаешь То есть как? Все Вы что, можете ответить на любой вопрос? Более того Я могу даже сказать Что вас ожидает в ближайшее время Меня? Откуда вам это известно? Из гороскопа Я не так давно составил гороскоп Очень точный, универсальный И настолько точно Что его опубликовал научный журнал Вот такой научный журнал Вот, ЭКО Кстати, в каком месяце вы родились? 9 декабря 9 декабря Стрелец Стрелец Да, вы родились под созвездием стрельца Сейчас я вам скажу всю правду о вас Только не обижаться Ну, гороскоп, так Давайте Рожденные под этим знаком Способны на непредсказуемые действия С непредсказуемыми последствиями От крупных открытий До крупных провалов Могут выполнять любую работу Кроме низкооплачиваемой Стрелец всегда знает, что хочет И часто тоскует Ибо хочет слишком много Он не прочь сменить службу Но куда хочет, не берут А куда берут, туда не хочет Друзей и врагов Стрелец приобретает еще в детстве И на всю жизнь Но иногда ради дела Готов поменять их местами В семейной жизни Стрельцу мешает ревнивость Но если враг не распадается В первые 25 лет Он может сложиться удачно Стрельцы практически не берут взятки Хотя не было случая, чтобы им предлагали Вот теперь внимательно Прогноз на 1986 год Вам будет сопутствовать удача Если не потеряете чувство меры Потребности у вас станет больше Желаний меньше В марте вам предложат Совершить круиз по Черному морю Но желание съездить в Тюмень Окажется сильнее Опасайтесь поэтов Которые уступают вам в росте В середине года вы опубликуете пародию После чего придется сменить номер телефона У вас выйдут две книжки Не считая сберегательной Если играете в спорт лото Поставьте в декабре 1, 7, 17, 23, 28 Избегайте самолечения Методом голодания По вторникам вам лучше помалкивать Так Ну, спасибо Ну, пожалуйста Буду готовиться К этим поворотам судьбы Интересно, конечно, да Интересно Ну, у меня, конечно, нет такого солидного научного труда Астрологического Но я тоже могу вам точно сказать Что вас ожидает в ближайшем будущем В самом ближайшем будущем Вот просто сейчас Интересно, интересно А сейчас, знаете что? Сейчас вы выйдете к микрофону И прочитаете свое новое произведение Ну, Сан Саныч, откуда вы все знаете? Я вам сейчас расскажу историю о том, значит, к чему привело крупное возлияние Рассказ называется «После свадьбы» Пишет молодая жена молодому мужу через некоторое время после свадьбы Здравствуй, дорогой Толик Почему ты молчишь? Ни одного письма за три месяца Я понимаю, тебе тяжело Но нельзя падать духом В городе до сих пор обсуждают нашу свадьбу А ведь как хорошо было Помнишь, как неслись на Волге с бубенцами А потом дворец, кольца, шампанское, банкетный зал Спиртного, конечно, было многовато Но первый вальс мы еще с тобой танцевали Ты пригласил меня и на дамское танго Но Никодима наступил тебе на руку А ты обиделся Никодима уже гипс сняли Но он еще не разговаривает Очень жалко Федора Ивановича, Тамаду Он после нашей свадьбы стал с приветом Весь месяц ходил по улицам с фужером И произносил тосты за молодоженов Когда за ним приехала скорая Он с криком горько бросился целовать врачей Ну хватит, а грустно писать Помнишь магазин Дары природы В который ты въехал на самосвале Его недавно открыли после ремонта В городе его теперь называют Дары Толика А вот зоопарк, где ты ловил павлина До сих пор закрыт Звери разбежались по всей области Тигры, которых ты выпустил из клеток Забрались в столовую Съели тефтели, а к утру померли Мартышек пионеры привели А за крокодилов до сих пор платим Как кредит На днях разговаривал с адвокатом Насчет помилования Он считает, что шансов практически нет Вот если бы ты высыпал гостей Самосвала в реку не просто так А в борьбе со стихией Ну, к примеру, прорвал бы плотину Тогда бы еще можно было надеяться Но ты, милый, не переживай Эти годы пролетят быстро Угадай, кто к нам вчера приходил Контрабасист Собакин Он у нас на свадьбе играл Ты его высыпал в реку вместе с контрабасом Остальные гостей выловили А Собакина не нашли Ни тела, ни инструмента Объявили его погибшим А он, оказывается, на своем контрабасе До моря лаптевых дошлепал Целый месяц полированной древесиной питался А знаешь, сколько нам всего надарили? Кое-что уцелело От японского сервиза, который ты на счастье вил Осталось блюдце с чашечкой Из ковра получилось пончо Зато холодильник без единой царапины Хотя и без агрегата А телевизор ты, конечно, ударил зря Глупенький, тебе не понравилось изображение А ведь ты смотрел на него с обратной стороны Ну да ладно, дядя Вася сделал из него тумбочку Мы теперь хрусталь держим Толик, у меня с твоей мамой спор Она хочет повесить свой портрет в гостиной А я считаю, что он должен быть в нашей спальне Напиши, где бы ты хотел висеть Толик, помнишь Ирку Пожарску? Такая пухленькая Она у нас на свадьбе с Игорьком крутила В пятницу Ирка выходила замуж Я свидетельницей была Представляешь, у нее на свадьбе Кроме шампанского и сухих Ничего не пили Скукотища, одни разговоры Даже не побалдеешь Нет, у нас с тобой веселей было Встретила Костю с твоей работой Товарищи шлют тебе привет Когда ты вернешься, они нам серебряную свадьбу обещают устроить Письмо, дорогой, кончаю Пиши, целую, твоя Ксюша Лауреат международных и всесоюзных конкурсов Ирина Отиевая Музыка Игоря Якушенко Слова Яна Гальперина Мама, папа и я Время далеких старенькая вода В альбоме нашем бережно хранится Там папа мой похож на Дон Кихода А мама чудо Ну как тут не влюбиться И рядом с ними молодые музыканты Которые когда-то с папой вместе Играли джаз, волшебный джаз И сама мама пела песни Мелодии давно прошедших дней Я как мама, я как папа С детства джазом увлекаюсь И как мама, и как папа Я играл в пиццерах И столько джаз Играли джазом увлекаюсь Играли джазом увлекаюсь Играли джазом увлекаюсь Играли джазом увлекаюсь Я как мама, я как папа С детства джазом увлекаюсь И как мама, и как папа Я играть и петь стараюсь Я играть и петь стараюсь Только час За всю историю существования студенчества Накопились богатые традиции Жаль только, не все должным образом изучаются Вот, к примеру, так называемые студенческие отговорки Почему опоздал на лекцию, почему пропустил занятия Если раньше пользовались примитивными отговорками Типа сломался автобус, сел на клей и не мог отклеиться То в наше время кто таким отговоркам поверит? Надо придумать что-нибудь поубедительней Ну, например, заблудился в своем биополе Встретил на улице Аллу Пугачеву и остолбенел И долго не мог идти дальше Впрочем, в Москве есть один печатный орган Который как-то систематизирует и изучает студенческий фольклор Это журнал Студенческий меридиан И в этом меридиане есть параллель Отдел сатиры и юмора И вот у нас в гостях заведующий отделом параллель Журнала Студенческий меридиан Владимир Слуцкий Ну вот, Александр Александрович Те журналы, о которых вы говорили в натуральную величину В журнале Студенческий меридиан Действительно, раздел никак иначе не мог называться как параллель Ну, а рассматриваем мы, конечно, в те же вопросы, что и остальные разделы Только вот под несколько иным углом зрения В рубрике «Миниатюры» мы публикуем некоторые наблюдения студентов Вот несколько образцов Ради зачета студент идет на все, даже на лекцию Синоптики ошибаются один раз, но каждый день Работа не волк, а произведение силы на расстояние А вот несколько эпизодов, подсмотренных нашими корреспондентами В самый драматический для студентов момент на экзамене И вот их мы публикуем, как правило, под рубрикой «Мини-диалоги» Ваша фамилия, спрашивает преподаватель Иванов, отвечает студент, улыбаясь Почему вы улыбаетесь? Доволен, что хорошо ответил на первый вопрос Послушайте, выходит из себя доцент, ставя двойку студенту, который в третий раз провалился на экзамене Почему вы не работаете? В конце концов, от учения еще никто не умер Я знаю, говорит студент, но лучше не рисковать На вопрос экзаменатора, что нужно сделать, если вы, батенька, машинист, и вам машут красным флажком Студент Тюрин бодро ответил, помахать в ответ Что вы мне подмигиваете? Сигнализирую, профессор, мои знания на исходе Не обходит наш юмористический раздел и затянувшийся, на мой взгляд, спор между физиками и лириками Но и в нем наметились некоторые издвиги Например, мы сейчас все чаще получаем от физиков и математиков лирические стихи Правда, написаны они несколько своеобразно Вот я одно сейчас прочту 714, 15, 2247, 13, 318, 140, 327 028, 220, 170, 045, 615, 3020, 715, 012, 2 миллиона 35 АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и, конечно, всегда в нашем разделе присутствует рубрика стилетайпной ленты параллели Где мы публикуем самые сенсационные новости и объявления Вот некоторые из них На вопрос преподавателя Знает ли он закон ОМА? Студент Вася Сидоров ответил, что ОМА знает, а закон нет АПЛОДИСМЕНТЫ Новый сорт чайной розы вывел цветовод-любитель носов Роза отличается от своих предшественниц тем, что носов будет продавать ее на полтора рубля дороже АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и в заключении цикла от миниатюр историческая страничка По дороге в Лувр Де-Артаньян загнал двух лошадей Одну Атосу, другую Портошу По статистике, чаще всего студенты прогуливают лекции в кино Но есть такое учебное заведение, в котором студенты почти все свое учебное время проводят перед экраном Да еще за это получают призы и премии на различных фестивалях и конкурсах Вот такая, понимаете, несправедливость И поэтому я предлагаю сейчас вам всем вместе прогулять наш экзамен в кино В котором будут демонстрироваться работы студентов высших курсов, сценаристов и режиссеров АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Великий Леонардо да Винчи ни минуты бы не потерпел такого помощника Я в этом уверен, уверен Вот чем ты сейчас занят, я у тебя спрашиваю Чем? Крышу мажу Да не крышу ты мажешь, ты украшаешь город, понимаешь? Каждую работу надо выполнять добросовестно А давай сеять до конца Не важно, что снизу не увидят, хорошо покрашена крыша или нет Совесть надо иметь, совесть Работу надо выполнять так, словно это твоя последняя в жизни работа Лебединая песня Орёт как идиот Аааа, ааа, мастер! Чего орёшь? Аааа! Да молчи! Подумаешь, упался Моим ни слова. Понял? Я в поликлинику. Как объясняет это современная наука? Вы же должны знать. Вы же доктор. Вообще-то, наука это объясняет. Это объясняет тем, что простейшая клетка миллиарды лет назад превратилась в амьёбу. Затем в рыбу, затем в птицу и, наконец, в человека. И в минуту опасности в человеке может проснуться его вчера. И поэтому вполне возможно, что в тебе проснулась птица. 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 И ты, четвёртого этажа, инстинктивно спланировал на землю. И поэтому не разбился. С пятого. С пятого? Молодец. Следующий! Значит, я... Чего ты на меня уставилась? Что, в первый раз меня видишь? Чем ты сейчас занимался? Физкультурой. Ночью? Да, ночью. Новый метод. Вачаган, скажи мне всю правду, что с тобой происходит? Ничего. У тебя другая женщина. Пять, четыре, три, два, один. НО! Ну вот и всё. Всё. Ничего страшного, на тебе всё заживает. Быстро. Как на собаке. Как на ком? Как на... Это образное выражение. Только в минуты опасности, опасности в человеке может родиться птица. Может быть. Ну, какая же опасность прыгать с двух метров? Это же тебе не пятый этаж. Ах, вот оно что. Вот в чём дело. Энди, доктор. Какая нелепая смерть. Упасть с кровати, Чьюпери. Да? А ещё говорят, что люди сейфку давые башни падали и не разбивались. Э-э-э, чушь какая-то. А вы у Вачагана спросите. Он у нас крупный специалист по полётам. Вачаган, как ты думаешь, может человек летать? Вачаган, мы тебя спрашиваем. Ответь нам, может ли человек летать? Человек всё может. Всё. Врача-то повод летать не может. Может. Врача-то превFE. Врача-то превзнулся. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Он сам в прошлом студент и сам прекрасно знает все приемы и уловки. Что самое главное в такой важной вещи, как шпаргалка? Краткость. Надо уметь в одной фразе выразить целую тему. Краткость сестра таланта. Этот девиз роднит автора афоризмов и автора шпаргалок. Сейчас на сцену выходит автор сатирических миниатюр, а еще точнее афоризмов, Владимир Каличицкий. Тяните билет. Пятый номер. Вопросы? Что вы делаете, если к вам приходит чужая мысль? Интересно. Прикидываюсь своим. Как вы относитесь к женщинам? Прекрасный вопрос. Ну, в общем-то, никак. Я отношусь к мужчинам. Будем считать, что экзамен вы выдержали. А теперь к микрофону. Рога и копыта. Хроника. Вчера в кафе «Дуванчик» фрезеровщик Семен Бандура в честь своей любимой тещи дал комплексный обед. Мини-интервью с известным женолюбом Евгением Сазановым. Корреспондент его спрашивает. «Ваш женский идеал?» Евгений отвечает. «Что-то среднее между Лолабриджит Бардо и Дездемон и Лизой». Товарищи уборщицы, прошу очистить помещение. Одна тривиальная театральная история. Пришла однажды тень отца Гамлета устраиваться в театр теней и не прошла по конкурсу. Ее место заняла тень сына Шурина, отца жены главного режиссера Витюка. Танцовщики рано уходят на пенсию, потому что носят женщин на руках. Если каждый наберет в рот воды, конечно, ее не хватит. Все эти разумные, добрые, вечные. А вдруг засуха? А вдруг дожди? Поскольку у каждой человек есть чей-нибудь ребенок, и поскольку дети нам приносят, вернее, приносят своим родителям снижение налогов, предлагаю небольшую рубричку, небольшой блок. Детский лепет называется рубрика. У подъезда на лавочке сидят бабушки, как обычно. Трехлетняя Наташка подходит к ним и спрашивает. «Бабыкать, ты была девочкой?» «Конечно, была. Что-то я тебя не помню». Бумеранг был такой старый, что не возвращался. Небольшой совет. Чтобы остаться трезвым, надо пропускать рюмку за рюмкой. Откуда лучше высасывать факты? Из указательного пальца или безымянного? Еще один совет. Чем дальше хочешь прыгнуть, тем ниже нужно согнуться. А может, стране плохо с бумагой от того, что Акопян рвет ее на каждом концерте? Совхоз «Миллионер Прокопыч» приглашает на работу футболистов, хорошо видящих поле. Угроза редакции при перепечатке – ссылка. «Близко к этой теме записки электромонтера. Десять лет с изоляцией». «Рак краснеет после смерти за то, что всю жизнь пятился назад». «Как часто не можешь вспомнить, что очень хотел забыть». «Танцы играют в жизни студента не последнюю роль. Но поскольку днем в основном идут занятия, то танцы чаще всего переносятся на вечернее время. И вот однажды, когда студенты собрались на вечеринку, где-то в первом часу ночи в дверь позвонил сосед снизу. «Простите, пожалуйста», – сказал он. «Вы не могли бы отложить мне ваш магнитофон?» «А вы что, тоже собираетесь потанцевать?» «Нет, я собираюсь поспать». Так вот, пока время еще не позднее, мы хотим объявить у нас танцы. Танцуют артисты Москонцерта Татьяна Лейбель и Владимир Никольц. Кубинская фиеста. «Даме, даме, даме-ло, по-сфавор!» «Си, сеньор!» «Даме, даме-ло, поиск» «Ура, поиск» Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я говорю, вы лучше бы назвали не обмывочный пункт, а ванна. Это красиво, возвышает больного. Я не лошадь, нечего меня обмывать. А сестричка говорит, глядите, больной, наверное, вы не выздоровеете, что во всё нос суёте. Повели меня в ванну, велели мне раздеваться. Стала раздеваться. Смотрю, а в ванной уже торчит чья-то голова. И вроде старуха, и вроде из больных. Я говорю, вы куда меня собаки привели? В дамскую ванну? У вас там уже купается кто-то. Сестричка говорит, не волнуйтесь, больной, не волнуйтесь, больной. Это одна больная старуха купается, у неё высокая температура, она ни на что не реагирует. Так что раздевайтесь без смущения. Я говорю, да? Да? Угу. Старуха, может, не реагирует. Но, может, я реагирую. И мне определённо неприятно видеть то, что там у вас плавает в ванной. Тут снова прибежал фельдшер. Ну, первый раз вижу такого привередливого больного. То ему не нравится, это нехорошо. Умирающая старуха купается, он претензию выражает. Да у неё, может, больше сорока температура. Она, может, видит-то уже всё, как сквозь сито. И, конечно, говорит, Ваш вид не задержит её на этом свете лишних пять минут. Нет, говорит, я люблю, когда к нам больные поступают в бессознательном состоянии. Тогда всё им по нраву, и они не вступают с нами в научные привлекания. Хотела с ним склеснуться, но тут старуха подала голос. Её отвели в палату, а мне на буровили свежей воды. В общем, много ещё натерпелся в этой больнице, но через неделю, как говорится, организм взял своё. Я пошёл на поправку, и теперь хвораю дома. Вот так. Современный писатель-сатирик Михаил Михайлович Жванецкий. Хотите помолодеть? Поднимите руки. Ну? Не вижу. Нет, ну кто не хочет, может выйти. Оставшиеся будут слушать мой проект. Чтобы помолодеть, надо сделать следующее. Нужно не знать, сколько кому лет. Сделать очень просто. Часы и календари у населения отобрать, сложить всё это в кучу на набережной, пусть куча тикает и звонит, когда ей выпадут её сроки, а самим разойтись. Кому интересно, пусть возле кучи стоит, отмечает. А мы без сроков, без времени, без нерождения, извините. Ибо нет ничего печальней. Дней рождений, годовщин свадьб, и лет работы на одном месте. Кто скажет ей двадцать, ему сорок? Кто считал? Как узнать, сколько ей? Не узнаешь? Не узнаешь? Губы мягкие, и всё. И всё. И всё. И всё. Цветёт и зеленеет, и желтеет и попадает, и ждёт солнце. Птицы запели, значит, утро. Стемнело, значит, вечер. И никакой штурмовщины в конце года, потому что неизвестно. И праздник по настроению, когда весна, нет, наоборот, красивая зимняя ночь. Мы высыпали все и танцуем. А сейчас? Сейчас, 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 сейчас. Слушайте, сейчас, сейчас, сейчас. Просыпаюсь надо мной часы, сажусь передо мной часы. На улице, в метро, по телефону, по телевизору. И на руке, не бьющаяся сволочь, с календарём, обтикивают со всех сторон. Отмечают, сколько прошла, сколько прошла, сколько прошла, чтобы вычитанием определить, сколько осталось. Час, два, неделя, месяц. Тик-так, 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 тик-так. Бреюсь, бреюсь. Каждое утро всё чаще, 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 чаще. Оглянулся субботом. Бум-бум-бум. Суббота, суббота, суббота. Суббота, суббота. Вторники великолепные, как спицы. Понедельник, суббота, понедельник, суббота, понедельник, суббота. Жить когда? Не надо бессмертия, не надо бессмертия. Пусть умру, если без этого не обойтись. Но нельзя же так быстро. Только что было четыре, уже восемь. Только её целовал, и она потянулась у окна, просвеченная вся. Боже, какая стройная. Она уже с ребёнком, и не моим, и в плаще, и располняла. И я, лысый, и толстый, и на зеркало злюсь, и пока, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Только что нырял на время и на расстояние. Сейчас лежу полвоскресенья и газеты выписываю. Всё чаще, 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 чаще. В детстве, казалось, возьмёшь ложечку варенья в банке, столько же ерунда. В банке всё меньше и меньше. Уже ложки под нож крябаешь. И что раздражает, так это деревья. То зелёные, то жёлтые. То зелёные, то жёлтые. И стоят. И всё. Эх, маленький попугай, крепкий тип, гоголя помнит и нас помнить будет. Ну, а нам, ну, нельзя же нам так быстро. Не расстраивался и вас не расстраивал бы, но жить люблю. Поэтому и хочется. Продолжаем экзамен. Кто следующий? Берите билет. Билет. Вы что, волнуетесь? Очень. Волнуетесь. Да. Что вы делаете? Что вы делаете? Да. Нет. Ну, вот он здесь. Я не готов. Можно немножко подготовиться? Да, можно, можно, можно. Да. Если бы такими способностями обладал любой студент, ему никакой экзаменатор был бы не страшен. Перед нами артист оригинального жанра, иначе говоря, иллюзионист, а проще говоря, фокусник Алексей Якимов. КОНЕЦ 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 Будь добрая молодая дочь, помогите мне, пожалуйста. Подойдите сюда. Встаньте, я не могу всем так близко показать этот фокус, а вам я покажу фокус близко на таком расстоянии. Пожалуйста, бумагу возьмите. Посмотрите, простая бумага? Не двойная кармашка из снегнего книга? Нет. Хорошо. Спасибо большое. Держите платочек. Смотрите, внимательно я сделаю. Все, на таком расстоянии буду вас обманывать, честно буду обманывать, и не будет. Пожалуйста, платочек. Я платочек сейчас плюну. Смотрите, все внимательно. В руках у меня нет ничего, посмотрите. Нет ничего. Нет ничего, да? Здесь нет. Главное условие этого фокуса, надо медленно разворачивать кулечек. Посмотрите, разворачиваем кулечек, и платок у нас исчезает. Здесь нет ничего. Нет, сворачиваем снова. Смотрите, мы делаем пасту тут. Сюда. И отсюда стоит платочек. Все очень просто, да? Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. , спасибо. . . . , спасибо. , спасибо. . . Билеты на столе экзаменатор на месте. Почему никто не входит? В чем дело? Прошу нас сцена... О, следующий идет. Хорошо. Писатель и юморист Анатолий Трушкин. Садитесь. Берите... Берите билет, который на вас... Да, вот. Какой номер? Номер какой? 13-ый. 13-ый. Это замечательно. Это счастливый билет. Да. Что в первом вопросе? Говорят, женский склад ума, мужской склад ума. В чем принципиальная разница? Ну, принципиальной разницы нету. И там склад, и здесь склад. Но мужской чаще проявляется в способностях, а женский охотнее в потребностях. Правильно ли мы питаемся? Есть подозрения, что нет. Вот когда мы обедаем, на нас смотреть страшно. Такое впечатление, что мы обедаем последний раз в жизни. Весь мир говорит, завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. Мы все сами. Можно подумать, что у нас нет ни друзей, ни врагов. Как мы обедаем, нам бы так работать. Ну, у вас все хорошо, все в порядке. Теперь только один дополнительный вопрос. Что вы написали за последнее время? Есть что-нибудь? Есть. АПЛОДИСМЕНТЫ Любовь. К сожалению, товарищи, даже в наше просвещенное время мы не имеем еще точных, толковых ответов на многие доисторические вопросы. Что такое любовь? Как понимать смилым рай в шалаше? Правда ли, что любовь слепа? Что такое платоническая любовь? И так далее, и тому подобное. Вопросов много, ответов нет. Наука молчит. Но больше молчать нельзя. Пора, наконец, дать ответ тем, кто хочет любить, но побаивается. Чаще других мучаются такими вопросами. «Испытываешь к человеку чувство, но любовь ли это?» Отвечаем. Если вам с этим человеком легко, и каждую минуту хочется смеяться от радости, значит, вы испытываете к нему чувство юмора. Если хочется все время быть рядом с ним, помогать ему, заботиться о нем, значит, вы испытываете чувство жалости. Если этот человек кажется вам самым нежным, самым красивым, самым умным, и вообще самым-самым, значит, вы испытываете к нему чувство зависти. Если после этих объяснений вы еще что-то испытываете к нему, то это и будет любовь. Говорит «люблю», а вдруг обманывает. Как узнать точно? Узнать можно по внешним приметам. Если у человека выросли крылья, значит, он любит вас. Если крылья в помине нет, а глаза бегают, значит, обманывает. Если и глаза бегают, и крылья выросли, значит, любит, но не вас. Как понимать с милым рай в шалаше? Никак не надо понимать, это шутка. Вот немножко прояснилось с любовью. Раньше люди ужасно как мучились. Выходит человек весной на улицу, вдруг чувствует слабость, головокружение. Что это? Любовь подкралась? Или грипп? Предположим, любовь, а вы глотаете аспирин. Поможет он? Никогда. Или наоборот, у вас грипп, а вы кинулись в любви, объясняться. Получили согласие, свадьбу успели сыграть. Дети у вас пошли в школу. И тут выясняется, что все это был грипп. Глотаете аспирин, он уже не поможет. Часто спрашивают, что такое платоническая любовь. У любви товарищей есть две стороны, духовная и физическая. Одна отражает жизнь духа, другая жизнь тела. К духовной жизни больше тянет мужчин. К жизни тела относятся стирка, мытье посуды, глажение белья, приготовление завтрака, обеда и ужина. Здесь первенство принадлежит женщине. Духовная любовь по-другому называется платоническая. Есть еще идеальная любовь. В ней и духовная, и физическая связаны неразрывно. Скажем, если муж смотрит телевизор, а жена в это время моет пол, то это и будет идеальной любовью. Правда ли, что любовь слепа? Правда. Но сколько бы вы ни говорили ей об этом, она вас не услышит. Она еще и глуха. И, наконец, самый интересный вопрос. Какое место по своему значению занимает любовь в жизни современного человека? Считаем. Сон в жизни человека занимает 33% времени, зарядка 1%, работа 35%, еда, дорога, отдых по 8%, то-се 4%. Остальное по праву принадлежит любви. Это будет 3%. Недаром товарищи говорят, что любовь в жизни современного человека занимает не последнее место. Последнее занимает зарядка. А любовь по своему значению стоит между зарядкой и то-се. АПЛОДИСМЕНТЫ Я надеюсь, что теперь в вопросах любви вы подкованы хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, проэкзаменовались уже все. Остался я один. Но, вы знаете, мне как-то неудобно брать билет сегодня. Что скажут мои сегодняшние студенты? А с другой стороны, так не хочется уже никогда, ни разу в жизни не почувствовать себя студентом. Последний шанс. Брать? Беру. Творчество поэта Марка Сергеева. Есть. Есть такой поэт, Марк Сергеев. Живет он в городе Иркутске. Мы с ним очень много лет как-то так творчески не встречались. А сейчас вот встретились. Поэты, как и все нормальные люди, видят сны. И вот что случилось однажды с лирическим героем поэта Марка Сергеева. Я приведу вам цитату. Разумеется. Сначала. Я уснул среди белого дня. Странный сон пред глазами витает. Человек, что не любит меня, мою новую книгу читает. Вот сейчас его смех разберет. Он усмешкой страницы похерит. И скривит иронический рот. Вот такой сон приснился герою Марка Сергеева. В результате чего родилась пародия под названием «Гипноз во сне». Я дрожу, как осиновый лист. Понимаю, опасность витает. Незнакомый мой друг пародист мою новую книгу читает. Вот сейчас усмехнется слегка над просчетом моим и ошибкой и сожмет авторучку рука и лицо озарится улыбкой. Пародистов не любит никто. Против них гнев поэтов-неистов Я, конечно, не знаю, как кто. Я всегда уважал пародистов. Пародиста ругать ни к чему. Я готов, например, моментально чем-нибудь быть полезен ему и помочь ему материально. Он сарказмом меня не убьет, надо мной издеваться не будет. Вот сейчас мою книгу прочтет и о ней навсегда позабудет. Поэт Юрий Головин написал однажды «Вдруг на плечо ко мне ложится Донского Дмитрия рука». И дальше «И стены каменные слышат Мои и Дмитрия шаги». Появилась пародия, называется она «Шаги в историю». Мечтая приобщиться к чуду, Враг ежедневной суеты, Я постоянно был и буду С родной историей на ты. Идем Москвою, руки в брюки, Вокруг сплошная лепота, Два Юры, я и Долгорукий, И с нами Ваня, Калита. Доходим до замоскворечья, Я вдохновением обуян, Чуть притомились, а навстречу Идет еще один Иван. А Калита мужик серьезный, Он говорит Ивану, Ишь, ты что-то нынче, Ванька, Грозный, войти в историю Хатишь. Идем на солнце, Плеши греем, Поют в заряде и соловьи, Войти в историю сумеем, Я и попутчики мои. В нашем конкурсе, что бы это значило, принимает участие множество юмористов-любителей. И очень часто они просят дать совет раскрыть секреты юмористических приемов, короче говоря, рассказать, как быть остроумным. Таким любителям мы хотим посоветовать прочитать в одном из ближайших номеров журнала телевидения и радиовещания интервью, серию интервью с нашими ведущими, писателями, сатириками и юмористами, авторами и участниками передачи «Вокруг смеха». Итак, читайте журнал телевидения и радиовещания, а еще лучше оформите на него подписку и читайте его круглый год. Итоги конкурса, что бы это значило для гостей, сидящих в зале. Эх, мне б шиповки «Адидас», я б показал вам высший класс. От инфаркта с жучкой в паре мы бежим в мемориале. «Как бежать здесь без оглядки, когда кусает пес за пятки?» Для этого тандема рекорды не проблема. И, наконец, подпись, автор которой сейчас выйдет на сцену. «Топить животных ни к чему, бегут Герасим и Муму». Ряд шестой, место одиннадцатое. «Метишкин Юрий Сергеевич». «Очень приятно. Поздравляю вас». «Спасибо». «Сегодня наш разговор шел о студенчестве, о студенческих годах. Что можно еще к этому добавить? Именно на студенческой скамье начинает складываться личность человека. Кто-то скромно учится, выполняет все задания и не помышляет о блестящей карьере. А кто-то уже на первом курсе видит себя великим ученым. Время все расставит по своим местам. После окончания института все станут кем-то. Но студенческое братство нерушимо. Пять лет, проведенные в институте, слово «однокурсник» объединяет всех. Известно, что студенческий год делится на два семестра. Есть еще третий семестр трудовой. Но в этом году, в 1985 году, есть еще прекрасный четвертый семестр праздничный, фестивальный. И этот праздник не только для молодежи и студентов, он для всех, кто не забыл свои студенческие годы, в ком живо чувство юмора и потребность веселиться. Так будьте счастливы, друзья. А наша передача подошла к концу. До свидания. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok